О том, что Nissan уже более полувека выпускает заднеприводные спорткары, мы уже подзабыли, ведь предыдущее шестое поколение по имени 370Z вышло аж 13 лет назад. Тем интереснее, что сам Nissan спортивную тему не забыл и приготовил новинку. Назвали её просто Nissan Z, или Fair Lady Z для Японии, хотя мы предполагали цифровой индекс вроде 400Z. Команда шеф-дизайнера Альфонсо Альбайса изрядно постаралась, смешав коктейль из ретро-мотивов. Скажем, округлые фары с двумя дугами отсылают нас к двум первым поколениям, тогда ещё Datsunov. Плавная эволюция в дизайне полностью соответствует технике, ведь Z-ка сохранила прежнюю платформу FM, даже колёсная база та же. Но жёсткость кузова увеличена. Пронизан ностальгия и интерьер. Знатоки семейства припомнят и вынесенные на дверь дефлекторы вентиляции, и тройку дополнительных приборов наверху передней панели. Физический блок климат-контроля с тремя рукоятками в нынешние цифровые времена тоже нечасто встретишь, а вот механический ручник тут нужен просто по закону жанра. Зато основные приборы виртуальные, на 12-дюймовом экране, и без сенсорной мультимедийки на 8 или 9 дюймов тоже нынче никуда. Главная техническая новость — переход от атмосферного к надувному двигателю. Витурбо-шестёрка развивает больше 400 сил и сочетается с шестиступенчатой механикой или девятиступенчатым автоматом. Двухпедальные машины оснащены обычным лонч-контролем, а вот Z-ки с механикой получили некий launch assist, поддерживающий оптимальные обороты двигателя перед стартом. Шасси серьёзно доработано, у двухрычажной передней подвески другая геометрия. Говорят, что подрос комфорт. Жёсткость демпфирования снижена на 20%, но управляемость за счёт других элементов и внедрения электрического усилителя руля только улучшилась. А ещё в гамме сразу есть злая версия Performance. У неё более жёсткая подвеска, блокировка дифференциала, углепластиковый карданный вал, другие шины и спойлер на корме. Интересно, что динамические характеристики Nissan пока держит в секрете, обещая, что время разгона до сотни сократилось на 15%. По сути, нам намекают, что в спринте Z-ка уложится в 5 секунд. В продажу Nissan Z первым делом поступит в Северной Америке — весной 2022 года. Следом запланирована Япония и другие страны. Что касается России — угадайте сами, нас Z-ка покинула ещё в позапрошлом поколении — 14 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова